Маруся, какой лучший канал о технологиях? Самый лучший канал — это научно-познавательные книги. Так уж вышло, что я почти не пользовался раньше отечественными голосовыми помощниками. Да, я тестировал тот же HomePod, Siri, Alexa или Google Home с ассистентом, но далеко не все они умеют нормально на нашем родном. Так что для меня это будет впервые. К нам только что приехала совершенно новая капсула от Mail.ru, кстати, уже вторая, и отдельное спасибо ребятам, что заслали нам ее первыми. У меня всегда было немного скептичное отношение к продуктам Mail.ru, но я и в целом скептичен по натуре. Посмотрим, удастся ли Маруси меня удивить. Всем привет, это Дроидер, с вами Валерий Эстишев. Погнали! Вообще у нас на канале уже было целых два видео о Маруси. Первое — 17 июня 2019 года запустилось открытое тестирование. То есть Маруся еще совсем ребенок, ей буквально два года. Но прежде чем как следует ее помучить, давайте посмотрим на саму колонку и выясним, для чего такой гаджет вообще нужен. Маруся, распакуйся! Так, ну во-первых, она красивая. На дизайном работала лондонская студия Layer Design, которая проектирует премиальную акустику. Но вообще стоит отметить, что и первая капсула была приятная по дизайну. Правда, изначально капсула мини напомнила мне Google Home. Такой же приплюснутый шарик, обтянутый тканью, но на стероидах. Первое применение — это клевые настольные часы. И действительно стильные, еще и с подсветкой. Да, понятно, что, во-первых, это колонка, но я решил начать с фишечки. Экран, который по умолчанию показывает время. Отличный дизайнерский ход. Также он может выводить таймер, погоду и милые глазки. Они моргают и могут смотреть, как кот. Маруся, мяукни! Маруся, помурлыч. Вообще, почему все стараются очеловечить ассистента? Прикольно же было бы иметь умного говорящего кота, или кошку, или собаку. Маруся, кого ты больше любишь, собак или кошек? Люблю котов, но собаки мне ближе. Все-таки я такой же друг и компаньон человека, как они. Маруся, теперь ты котик. Договорились? Извини, чел, я откажусь. Чел, серьезно? Лично у меня любимый запрос ко всем ассистентам после погоды – это таймер. А тут его еще и видно, так что для кухни вообще ок. Вареные яйца. Вареные яйца. Время приготовления – 7 минут. Шагов 5. Вам понадобится яйца куриные, вода, соль и еще несколько ингредиентов. Отправила полный список приложения на ваш смартфон. Маруся, таймер на 15 минут. Запущен таймер на 15 минут. В общем, с этим применением все понятно. Часы, таймер, помощник на кухне, замена котика. Но все-таки это же колонка, поэтому давайте перейдем к звуку. Ну и что с ним? Понятно, что не стоит ждать от таких размеров какого-то меломанского звучания. Все-таки это скорее компактное решение. Например, удобно как прикроватная колонка, настольная или кухонная, фоновая. Но не для вечеринок, если вы поняли, о чем я. При этом для таких размеров 5 ватт – это очень даже неплохо. Хотя для тех, кто любит помощнее, тут тоже есть один лайфхак. Обратите внимание на вот этот вот разъем-джек. Сначала я подумал, что это линейный вход. Оказалось, это линейный выход. Так что можно легко подрубить капсулу мини к своей акустике. И при этом юзать все умные фичи. Вполне себе живой сценарий. Но все-таки вернемся к звуку, который тут внутри. И что на таком формате удобно слушать. Для таких размеров в капсуле мини все очень даже неплохо. Тут стоит динамик 42 миллиметра. Мощность, как я уже сказал, 5 ватт. Понятно, что супер глубоких басов ждать не стоит. Но звук чистый и без перегрузов. Даже на полной громкости. И я был приятно удивлен тому, какой звук может доставлять эта малышка. Но все же из основных сценариев я бы скорее отметил какие-то голосовые форматы. То есть прочтение новостей, подкастов. Возможно прослушивание каких-то интервью. А для детей или скорее их родителей сказки отличное применение. Прям must have. С тех пор, как Незнайка совершил путешествие в солнечный город, прошло довольно много времени. Притом они наговорены не просто голосом ассистента, а тут целый аудиоспектакль со спецэффектами, музыкой, различными звуками. Кроме того, Маруся на второй год лучше научилась понимать детей. Да и вообще лучше научилась понимать. Маруся, продолжи чтение книги. Вы с утра, наверное, тоже расшиблись. Кроки этого. Вот я и гляжу. Руки перевязаны, лицо перевязано. И так я понял, что багаж раньше завтрашнего утра мне не получили. Сожалею. Ну и мое любимое. Маруся теперь умеет не только играть музыку, о чем мы тоже отдельно поговорим, но и сочинять ее, генерировать бесконечные треки. Маруся, фоновую музыку для медитации. И тут речь идет о музыке не только для медитации. Можно попросить включить фоновую музыку для работы, спорта. Или использовать ее как, например, фон для вашего онлайн-стрима. Никто его не заблочит, потому что музыка была только что сгенерирована. Я пользовался подобным инструментом приложением Endel. Он делал примерно то же самое, только за деньги. Но основной источник музыки это, конечно, ВКонтакте или Boom. Но если у вас нет подписки, то есть вы ничего не оплатили, можно совершенно спокойно послушать радио. Но что меня отдельно порадовало, капсула мини поддерживает Spotify Connect. То есть можно просто включить музыку в Spotify. И она обнаружится среди устройств. Отправляем. За это прям Mail.ru респект, что не стали все замыкать на своих сервисах. Если бы сделали еще управление голосом Spotify, было бы вообще удобно. Еще немного о железе, которое стоит внутри. Тут массив из четырех микрофонов, который должен значительно облегчать распознавание речи, даже если вокруг вас шумно или колонка играет на полную громкость. Сейчас проверим. Маруся, подскажи погоду. Сейчас в Любляне ясно. Температура 35 градусов. Маруся, сколько будет 2 плюс 2? 4. Слышит. Еще для управления имеется сенсорная панель к сверху, как и у первой кампсулы с индикацией. Синий, когда Маруся вас слушает. Красный, если микрофоны выключены. Да, тут есть кнопка выключения микрофона. Важная фича. Желтый, колонка готова к настройке. А если ее погладить, тут появляются глазки. Притом разного дизайна. Ну а нажимая на плюс и на минус, можно менять громкость. Это и так очевидно. Что приятно, подключается колонка по USB-C. Внутри нет аккумулятора, но в дороге можно подрубить Powerbank с поддержкой Quick Charge 2 или выше, с повышенным напряжением от 9 до 12 вольт или Power Delivery. Но стоит учитывать, что для использования нужен будет Wi-Fi. Маруся, что лучше, Android или iOS? Android. Маруся, почему? Так бывает. Маруся, я с тобой не согласен. У нас с вами вообще полное взаимопонимание. А теперь переходим к киллер-фиче. С помощью Маруси или капсулы Mini или большой капсулы можно звонить вашим друзьям ВКонтакте. Также отправлять сообщения. Это очень правильная интеграция внутрь экосистемы. Очень здорово, что ребята это сделали. Маруся, позвони Борису Веденскому. Нашла друга Борис Веденский. Звоним? Да. Боря? Да. Алло. Привет. Да. Звоню тебе с капсулы Mini через Марусю через ВКонтакте. Вроде все работает. Как ты там? Так. Как все слышно? Супер. Боря сейчас находится в баре и смотрит футбол. И послушайте звук. Так. Ну вот. Разбегается чувак в белой форме. Бьет. Он отбил. Охренеть. Вау, вау. Юрис отбил. Но все-таки на одних сервисах Mail.ru далеко не уедешь. Что делать с умным домом? Как быть с умными лампочками? Как бы логичная фишка. Сам часто прошу Siri свет врубить или телек выключить. Тут, к сожалению, пока нет интеграции с HomeKit, но зато объявлена поддержка умных девайсов Xiaomi, Hyper, Acara, Rostelecom, Redmond, Polaris или Ellari. Маруся, включи светильник. Готово. Маруся, сделай светильник красным. Готово. Маруся, сделай светильник жёлтым. Готово. Маруся, увеличь яркость светильника. Готово. Это как раз был светильник от Xiaomi, у них есть множество и других устройств. Да, пока партнеров маловато, но, думаю, со временем список будет расширяться. Маруся, 5486 делить на 32 плюс 568 умножить на 1535. 870 2051,12388. Также в начале года была запущена открытая платформа для разработчиков, так что список скиллов будет тоже постоянно увеличиваться. Хотя он и так уже неплохой. Вы наверняка понимаете, что уже в недалеком будущем мы, возможно, будем гораздо активнее и больше общаться с нашими голосовыми ассистентами, нежели с живыми людьми. Пока мы на пороге, но с каждым годом мы все ближе к этому будущему. Хорошо это или нет вам решать, но мы все туда идем. Под конец я подготовил небольшой блиц. Посмотрим, насколько хорошо Маруся сможет оставаться в ВКонтакте. Ведь именно контекстная беседа была прокачана с последней версией. Маруся, какие фильмы сейчас идут в кино в Москве? В кинотеатре «Москва» в понедельник 28 июня идет «Бендер», начало в 18.50. Маруся, какой фильм твой любимый? «Бегущий по лезвию» 2049. Маруся, кто режиссер этого фильма? Режиссером этого известного комедийного двухсерийного фильма, снятого в жанре антиутопии, был Георгий Данелия. Маруся, о каком фильме ты говоришь? Я точно знала, но забыла. Маруся, ты меня запутала. Даже не знаю, как теперь распутываться. В общем, с Блиц-опросом не очень-то вышло. Все-таки именно в контекстной беседе Маруся пока немножко слабовато. Но иногда на некоторые вопросы она как раз-таки просит какие-то дополнительные вопросы. И по ним она уже дает хорошо информацию. Как выяснилось, новая колонка от Mail.ru может действительно немало. Хоть и сама такая маленькая. По сути, сравнивая с большими колонками или с той же старшей капсулой, она проигрывает только по звуку. Который можно подрубить через внешний джек, тем самым улучшив. Ну а часики или глазки котиков добавляют ей кавайности. Этот девайс действительно можно полюбить. И я был приятно удивлен беседе с Марусей. При том, что цена вполне себе адекватная. 5500 рублей. И здорово, что российский IT-сектор так бодро врывается в мир голосовых ассистентов. А если сравнивать с западными ассистентами, то Маруся во многом их уделывает на русском. Ну а с нашими русскими что тут сказать? Да здравствует конкуренция! Из минусов после недолгого использования я хочу отметить, наверное, всего одну деталь. Маруся не очень хорошо произносит английские названия. Надеюсь, это со временем пофиксит. Пишите в комментариях, для чего вы обычно используете голосовые ассистенты. Что вы думаете об умных колонках и как вам Маруся? Это Дройдер, с вами был Валерий Истишев. До встречи в будущем. И да, не забывайте про лайк, подписку и колокольчик. Это лучшая обратная связь от вас, чтобы мы делали больше, качественнее и лучше. Гром ударов их пугает, глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Спасибо. 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 Спасибо.